Радиоэлектроника для чайников Объяснение человеческим языком Познаете азы электроники от усилителей до светочувствительных элементов Авторы Гордон Маккомб, ведущий колонки по робототехнике в журнале Servo и Эрл Бойсен Автор субтитров А.Семкин Где применяются электрические компоненты? Электрические компоненты являются обязательной частью всех ваших электронных проектов Вроде бы достаточно просто Естественно, вы должны использовать какие-то средства для того, чтобы контролировать поток электричества Например, как у реостата, который регулирует яркость освещения в комнате Электричество просто-напросто запитывает энергии потребителей Таких как, скажем, акустические колонки Другие же компоненты, которые называются сенсорами Служат для детектирования чего-либо В скобках, например, света или тепла Закрывается скобка И последующие генерации тока для ответной реакции Например, включение сигнализации В этом разделе вы познакомитесь только с основными электрическими компонентами Главы же 4 и 5 содержат намного более обширный материал Контроль над электричеством Электрические компоненты, или как их ещё называют радиоэлементы Могут служить для того, чтобы контролировать электричество Например, ключ соединяет электрическую лампочку с источником тока Для того, чтобы разъединить их и таким образом выключить лампочку Нужно просто переместить ключ, создав разрыв цепи Можно упомянуть и другие элементы Служащие для контроля электричества Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы Намного больше информации вы сможете найти в главе 4 Четвёртой В главе 4 Четвёртой главы Полный контроль над электричеством Интегральные микросхемы Открывается скобка ИМС Или просто ИС Закрывается скобка Представляют собой компоненты, содержащие целую группу миниатюрных компонентов Открывается скобка Резисторов, транзисторов, диодов У которых вы прочтёте в главе 4 Закрывается скобка В одном корпусе Который Ненамного больше По размерам Чем один Обычный радиоэлемент Благодаря тому Что каждая ИС Интегральная микросхема Включает множество других компонентов Она одна может делать ту же работу Что и сразу Несколько Индивидуальных Элементов Причуды Полупроводников Транзисторы Диоды Светоизлучающие Диоды В скобках СИД Интегральные Схемы И другие Электронные Устройства Состоят из Полупроводников А не Проводников Полупроводников Полупроводников Полупроводником Называется Материал Такой Как Кремний Свойства Которого Имеют Общие Черты Как С Проводниками Так И с Изоляторами Кремний Кремний Довольно Важная Штука В электронике В электронике Фактически Его именем Даже Назвали Целую долину В Калифорнии В свободном Состоянии Кремний Проводит Ток Очень Слабо Но при Добавлении Других Веществ Например Бора И Фосфора Становится Проводником Если Добавляется Фосфор То Кремний Принимает Форму Полупроводника Так Называемого Н Типа Если Используется Бор То Он Становится Полупроводником П Типа Полупроводник Н Типа Имеет Больше Электронов Чем Обычный Полупроводник А Полупроводник П Типа Соответственно Меньше Когда Области Полупроводника Содержащие Бор И Фосфор Располагают Располагаются В Кремнии Рядом Друг С Другом Получается Так Называемый П Н Переход В таком Переходе Ток Течет Только В одном Направлении Диоды Диоды Элементы Которые Диоды Элементы Которые Служат Для Преобразования Переменного Тока В Постоянный С помощью Отсечения Тока Проходящего В одном Направлении Как раз И представляют Собой Компонент Состоящий Из П Н Перехода Под воздействием Света П Н Переход Генерирует Электрический Ток Это Свойство Используется В Солнечных Батареях С другой Стороны Если Пропустить Через Переход Электрический Ток То Выделится Свет Так Работают Светоизлучающие Диоды В скобках СИД В транзисторах Используются Переходы С тремя Прилегающими Областями С добавленными Примесями К примеру Одна С Фосфором Вторая С Бором Третья Снова С Фосфором То есть Получается Структура Типа Н П Н Ток В таком Случае Подается На Среднюю Область Открывается Скобка Так Называемая База В большинстве Электронных Проектов Вы будете Работать С Компонентами Сделанными Из Полупроводников Такими Как Транзисторы Диоды И Интегральные Схемы Именно Полупроводниковая Технология Позволила Значительно Уменьшить Размеры Электронных Устройств И Создать В частности Карманные Компьютеры И Радиоприемники Примером Интегральной Схемы Может Служить Аудио Аудио Усилитель Такой Усилитель Можно Использовать Чтобы Увеличить Мощность Аудиосигнала Например Если У вас Есть Микрофон Его Выходной Сигнал Проходит Через Аудио Усилитель И Становится Достаточно Мощным Для того Чтобы Быть Услышанным Из Акустических Колонок Есть Еще Один Тип И С Интегральных Схем Широко Использующийся В Электронных Проектах Микроконтроллер Это Такой Тип Электронной ИС Который Может Быть Запрограммирован Для Управления Сложными Устройствами Например Роботами Мы Дойдем До Обсуждения Микроконтроллеров В Главе 13 Детектирование С помощью Сенсоров Сенсоров Некоторые Электрические Компоненты Генерируют Ток Если Подвергнуть Их Воздействию Света Или Звука Полученный Ток Можно Использовать Совместно С Некоторыми Компонентами Упомянутыми Выше Для того Чтобы Контролировать Электричество Силиконовая Долина Силикон Кремни На английском Языке Примечание Редактора Включать Или Выключать Различные Устройства Например Электрические Лампы Или Громкоговорители Детекторы Движения Сенсоры Освещенности Микрофоны И датчики Температуры Все генерируют Все генерируют Все генерируют Электрический сигнал В ответ На какое-либо Воздействие Открывается Скобка Соответственно Движение Свет Звук И Температура Закрывается Закрывается Скобка Эти сигналы Могут Затем Использоваться Для включения Или выключения Других Устройств Высокий Уровень Сигнала Может Скажем Включать Что-то А низкий Выключать К примеру Когда К вашей Двери Подходит Очередной Рекламный Агент Детектор Движения Может Включать Свет Открывается Скобка Хотя Лучше Пожарную Сигнализацию Закрывается Скобка На рисунке 1.1 Показаны Диаграммы Некоторых Сигналов С которыми Вам Придется Часто Встречаться Сигнал Постоянного Тока С Амплитудой Плюс 5 В Высокий Уровень Сигнал Постоянного Тока С Амплитудой 0 Вольт Низкий Уровень Прямоугольные Импульсы В скобках Меандр Меандр Постоянного Тока С Амплитудой 0 5 От 0 До 5 Вольт Сигнал Осциллятора Открывается Скобка Устройства Генерирующего Колебания Попеременно Высокого И Низкого Уровней Закрывается Скобка Если Подать Такой Сигнал На Электрическую Лампу То Она Будет Постоянно Мигать Синусоидальный Сигнал Переменного Тока С Амплитудой Минус 5 Плюс 5 Вольт Такой Сигнал Приходит От Микрофона Который Генерирует Переменный Ток Используем Мы В качестве Входного Сигнала Например Усилителя Микрофон Генерирует Форму Сигнала Изображенную На рисунке 1.1 Когда на него Воздействует Звук Камертона Обратите Внимание На то Что Переходы От Минус 5 До Плюс 5 Вольт Для Синусоидального Сигнала Изображенного На рисунке Постепенны В то время Как У прямоугольного Сигнала Они Предельно Резкие Более подробно О различных Типах Сенсоров Вы Сможете Узнать В главе 5 Питание Электричество Может Подпитывать Компоненты Чтобы Они Генерировали Свет Тепло Звук Совершали Движение И так Далее К примеру Электрический Ток Подаваемый На двигатель Постоянного Тока Заставляет Крутиться Вал Последнего А заодно И детали Механически Связанные С валом Вы Можете Запитать Электричеством Акустические Колонки Электрические Лампы Светодиоды Двигатели В главах 4 и 5 Будет Рассказано Об их И других Типах Электрических Компонентов Когда Электричество Становится Электроникой Если Нужно Использовать Электричество Чтобы Заработало Какое-либо Устройство Например Магнитофон То это значит Что вы Окунулись В мир Электроники Несомненно Вам не терпится Создать Собственную Электронную Подделку В этом разделе Будут Описаны Основы Того Как Взаимодействует Между собой Электроника И ее Устройство Плюс 5 вольт 0 вольт Плюс 5 вольт Постоянного Тока 0 вольт Постоянного Тока 5 вольт 0 вольт Прямоугольные Минус 5 Плюс 5 вольт 5 вольт Рисунок 1.1 Точка Несколько Примеров Различных Сигналов Создание Простой Схемы Возьмем Батарейки Резистор Светодиод И кусочки Проводов И соберем Их вместе И вот перед вами Простая Электронная Схема Вот что Представляет Собой Схема Провода Соединяющие Компоненты Таким образом Что через них Ток Течет И возвращается Обратно К источнику Питания На рисунке 1.2 Показана Простейшая Схема Части Схемы Открывается Скобка Также Называемые Компонентами Закрывается Скобка Размещены На так Называемой Макетной Плате И соединены Между собой При помощи Проводов Принцип Работы Макетной Платы Вкратце Таков На ней Есть Отверстия В которые Удобно Вставлять Электронные Компоненты Для построения Простых Схем Если Вы Останетесь Удовлетворены Результатом Своей Работы То Затем Сможете Перенести Схему На Печатную Плату Открывается Скобка Об Особенностях Построения Схем На Макетных Платах Смотрите Главу 11 Закрывается Скобка Рисунок 1.2 Несколько Компонентов Собранных В простую Схему На Рисунке 1.2 Показаны Провода Присоединенные К обоим Выводам Батареи Такое Подключение Позволяет Току Вытекать Из Батареи Проходить Через Светодиод И Другие Компоненты Открывается Скобка В данном Случае Резистор Закрывается Скобка И Возвращаться В батарею Замыкая Таким образом Цепь С Током Цепь С током Схему Можно Довести До Логического Конца Присоединив Ее К Металлическому Шасси Например Металлическому Корпусу Магнитофона Такое Соединение Называется Заземлением Или Просто Землей И Используется В качестве Опорной Точки Для всех Напряжений Схемы Заземление Может Как Присоединяться К Настоящей Земле Так И Быть Отдельно От Нее Но В любом Случае Его Потенциал Служит Точкой От Которой Отсчитываются Величины Всех Напряжений Схемы Более Подробно Вопросы Заземления Будут Обсуждаться В Главе 6 Реальную Схему Можно Представить В виде Схемы Принципиальной Принципиальная Схема Представляет Собой Чертеж На котором Показано Как Соединены Между Собой Компоненты Посмотрите На Принципиальную Схему Изображенную На рисунке 1.3 И Соответствующую Той Подделке Которую Мы Собрали Ранее На рисунке 1.2 Вы Можете Обратиться К Главе 6 Чтобы Изучить Множество Других Схем Что Делать Дальше Если Вы Уже Жаждете Построить Простую Схему Чтобы Проверить Свои Знания На практике Обратитесь К Главе 14 К Примеру Вы Можете Собрать С помощью Макетной Платы Схему Макетной Платы Схему Которая Генерирует Сигнал Тревоги Когда В комнате Включается Свет Конструирование Подобных Вещиц Приятный Способ Познакомиться Поближе С Электроникой Однако Не стоит Сразу Прыгать В омут Схемато Техники Если Вы Совсем Зеленый Новичок Для Начала Прочтите Еще Несколько Глав Этой Книги Особенно Главу 2 В Которой Речь Пойдет О Безопасности После Того Как Вы Соберете Парочку Учебных Проектов Представленных В главе 11 И как Следует Набьете Руку Вы Сможете Перейти К главе 15 Где Вам Предстоит Серьезная Работа Вплоть До Сборки Робота Эти Проекты Занимают Куда Больше Времени Но И Результат Оправдывает Себя На Все Сто Рисунок 1.3 А Вы Расшифровали На Рисунке Схему Собранную На Рисунке 1.2 После Того Как Вы Поднатори На Проектах Из этой Книги Вы Сможете Самостоятельно Двигаться Дальше Одним Из Мест Где Всегда Можно Черпать Идеи Является Конечно Интернет Мы Порекомендуем Вам Прежде всего Два Сайта Диск Диск Кауэр Са Китс Ком И Электроникс Лэб Ком По ходу дела Знакомимся С Инструментами Одно Из Самых Замечательных Вещей В Электронном Конструировании Является То Что Вам Волей Неволей Приходится Иметь Дело С Какими-то Новыми Инструментами И Электронными Компонентами Чтобы Посмотреть Что Из них Можно Собрать Вы Будете Использовать Одни Инструменты Чтобы Соединять Компоненты Схем И Другие Чтобы Контролировать Их Работу Инструменты Для Конструирования Наверняка Вам Будет Приятно Услышать Что Для Начала Нужно Не Так Уж Много Инструментов Для Того Чтобы Приступить К Сборке Проектов Приведенных В главе 14 Вам Понадобятся Кусачки Утконосые Плоскогубцы Щипцы Для Зачистки Проводов И Пара Отверток Если Если Вы Разрабатываете Уже Конечный Вариант Схемы То Можете Добавить К Этому Списку Паяльник Для Соединения Элементов Между Собой Выбор Паяльника Мы Обсудим В главе 8 В процессе Работы Несомненно Вам Потребуются И Другие Инструменты Которые Было Бы Неплохо Иметь Под Рукой Возможно Вам Пригодится Магнит Чтобы Вытаскивать Винты И Прочую Мелочь Из Всяких Труднодоступных Щелей Куда Они Непременно Попадут Смотрите Главу 3 Где Подробно Описана Комплектация Рабочего Места Радиолюбителя Измерительные Инструменты При Построении Схемы И тем более При проверке Ее Работоспособности Совершенно Необходимо Проводить Измерения Чтобы Понять Действительно Ли Схема Работает Более Полный Перечень Интернет Ресурсов Включая Естественно Русскоязычные Приведен В конце Книги Книги В конце Данной Книги Примечание Редактора Как Запланировано Все ли Собрано Все ли Собрано Верно Среди Этих Инструментов Прежде всего Следует Обратить Внимание На Мультиметр Осциллограф И Логический Пробонник Все они Подробно Описаны В главах Девять И Десять А Пока Мы Уделим Всего Минуту Чтобы Подсказать Как Нужно Использовать Мультиметр По той Простой Причине Что Это Первая Вещь Которую Вы Должны Купить И Возможно Даже Единственная Без Которой Вам Никак Не Обойтись Скажем Вы Собрали Схему И Впервые Включили Ее Что Же Делать Если Вдруг Она Не Работает С Помощью Мультиметра Вы Легко Найдете Часть Схемы Которая Вызвала Проблему Этим Универсальным Прибором Вы Можете Измерять Напряжение Сопротивление Итог В Различных Точках Схемы К примеру Если В одной Части Схемы Напряжение Оказалось Равным 5 Вольт А в Другой Неожиданно Упало До 5 Вольт До Нуля Вольт То Логично Будет Предположить Что Проблема Заключается Где-то В Участке Схемы Между Этими Двумя Точками Вы Также Можете Проверить Открывается Скобка Но Только После Отключения Схемы От Источника Питания Закрывается Скобка Обрыв Проводов Или Испорченные Детали Между Этими Двумя Точками Перед Тем Как Проверять Схему На Функционирование Не Забудьте Прочесть Главу 2 По Безопасности При Работе С Электричеством Иначе Вы Можете Легко Навредить Себе Или Вашему Будущему Устройству Удивительный Мир Величин Для Того Чтобы Понять Результаты Полученных Измерений Сперва Необходимо Знать Единицы Измерения Электрических Параметров И Меры Их Величин В следующем Разделе Мы с вами Пройдем Элементарные Основы Курса Метрологии Единицы Измерения В Электронике Единицы Измерения Служат Для Количественного Определения Какой-либо Физической Величины К примеру Покупая Яблоки Вы Измеряете Их Вес В килограммах Аналогично Мультиметра Измеряет Сопротивление Элементов В Омах Напряжение В Вольтах Отток В Амперах Таблицы 1.1 Показаны Общепринятые Единицы Единицы Измерения И их Аббревиатуры Для физических Величин Которые Используются В Электронике Единицы Таблица 1.1 Единицы Измерения Используемые В Электронике Физическая Величина Сопротивление Аббревиатура Р Английская Р Р Единицы Измерения Ом Символ Единиц Измерения Ом И вот этот Символ Компонент Резистор Физическая Величина Ёмкость Аббревиатура Си Сопротивление Было Р Резистор Си Ёмкость Русская С Английская Си Единицы Измерения Фарад Фарад Символ Единиц Измерения Ф Компонент Конденсатор Конденсатор Физическая Величина Индуктивность Аббревиатура Л Английская Единица Измерения Генри Символы Единиц Измерения ГН Г большая Буква Н Катушка Индуктивности Компонент Катушка Индуктивности Напряжение Аббревиат Английская Ю Английская Скобках Английская В Или И Английская Вольт Единица Измерения Вольт Символ Единиц Измерения Большое В Катушка Катушка Эо Извиняюсь Компонентов Нету Здесь У напряжения Компонентов Нету Физическая Величина Ток Абревиатура Ай Английская Ай Единица Измерения Ампер Символ Единиц Измерения А Большая Буква А Эй Мощность Физическая Величина Мощность Абревиатура Английская П Единица Измерения Ватт Мощности Ватт Ватт Мощность Измеряется Символ Единиц Измерения ВТ Физическая Величина Частота Абревиатура Ф Маленькая Единица Измерения Герц Символ Единиц Измерения ГС Здесь Мы Остановимся И продолжим В следующий раз Символ